Ночью 3 октября на пуль дежурного полиции поступил сигнал с КПП номер 3. Мужчина пытался пронести в город саженец дерева Вяза-Шершава. При этом был сильно пьян и вел себя вызывающе. На проходной был вызван наряд полиции. Когда у него спросили, его задерживали, откуда саженец, он сказал выкопал. А там был ценник. То есть это вот бумажечка на дереве, на которой написано, что это, сколько стоит и телефон продавца. После звонка продавцу по указанному номеру выяснилось, что дерево было украдено. По данному факту проводится проверка, и если подтвердится факт кражи, любители крепких напитков ждут серьезной неприятности. Ведется расследование и по делу о ДТП, произошедшего в старой части города. Женщина-водитель на улице Держинского сбила ребенка. Правда, 14-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и появилась на проезжей части, выбежав из-за припаркованных автомобилей. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила телесные напряжения и была после осмотра врачом КБ-50 отпущена домой. У нее незначительные ушибы были диагностированы. Еще один водитель отправился на больничную койку после аварии на проспекте Музруково, которая произошла в ночь с четверга на пятницу. Водитель 95-го года рождения, управляет машиной Тойота Камри, не справился с управлением, выехал из-за предела проезжей части дороги и совершил наезд на световую опору. Какова была скорость машины? Был ли водитель пьяный? Кто будет платить за восстановление фонаря? Придется выяснять полицейским. Виновник ДТП находится в реанимации. В тяжелом состоянии никаких показаний дать не может. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24.